Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень быструю пиццу. Это настоящая лентяйская пицца, ее можно приготовить из того, что есть в холодильнике и реально это займет не более 5 минут, плюс время на выпечку, а это еще там минут 5-10, не больше. Давайте приступим и я начну из самого длинного процесса. У меня это будет пицца с грибочками, поэтому я грибы, несколько штук шампиньончиков порезала вот такими слайсами, бросила в кастрюльку, довела до кипения, слила и все. И откинула на сито, пускай стоят. Тесто у нас будет из лаваша, это будет двойной лаваш. Я вам сейчас покажу. Такую пиццу я готовлю на сковороде обычно, но в этот раз у меня попались вот такие вот большие прям круглые лепешки, можно конечно же и квадратными делать и порезать, здесь не принципиально, но в этот раз большие такие круглые лепешки, более 30 сантиметров в диаметре, они у меня на сковороду просто не влезли. И теперь я их буду делать в духовке, как обычную пиццу. Я взяла одну, один из лавашей, обильно присыпала сыром. Количество сыра зависит только от размера вашего лаваша, как и собственно все остальные пропорции. Накрываю следующим лавашом. И теперь уже делаю собственно, как и обычно, другую пиццу. Но так как это у меня быстрый такой хоум вариант, это у меня здесь будет майонез и кетчуп. Можно добавить сметану, это только для того, чтобы лаваш стал более мягким и похоже именно на тесто с под пиццей. Можно добавить какую-то домашнюю аджику, либо какой-то грибной соус вместо сметаны и майонеза. Здесь уже по вашему вкусу и что у вас есть в наличии. Хорошенечко смазала. У меня вот такие вот были запеченные куриные ножки, которые я довольно мелко порвала. Они будут вкуснее, чем просто отварное куриное филе. Можно их не использовать, берите то, что у вас есть в наличии. Это может быть любая там колбаска, здесь вообще не принципиально. И у меня здесь будет вдобавочек и немножечко колбаски. Гулять так гулять. У нас пиццу никто не готовит чисто с томатным соусом и базиликом, мне так кажется. И теперь уже пошли мои грибочки. Обычно, если эту пиццу я делаю сразу на сковороде, то я изначально уже включаю сковороду на маленький огонь, чтобы она разогревалась и начинаю все быстро-быстро выкладывать. И потом только остается закрыть крышкой и оставить на некоторое время. Потом у меня пошли помидорчики, опять же для сочности нашей пиццы. И сыр. И все. Если вы делаете на сковородке, после сыра закрывается плотно крышкой. И на небольшом огне, может чуть больше, чем маленький огонь. Вот такой, но меньше среднего. Оставляете до момента расплавления сыра сверху. И все, ваша пицца готова. У меня это было в духовке. Духовка я разогревала до 180 градусов. И тоже до расплавления сыра, но это где-то у меня минут 8 заняло. Там смотрите сами от 5 до 10 минут, в зависимости от духовки. Можно пиццу потом немножечко дать постоять. Если после духовки, накройте ее, пускай она немножечко отойдет. Она получается потверже чуть-чуть кончики вот этих вот бока пиццы. А если делаете в сковородке, то она изначально нежная получается. И это очень быстро и очень вкусно. Удачной вам готовки! А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok